В это время на базе Рижского политехнического института был создан ученый совет, докторский ученый совет трех балтийских республик Литва, Эстония, Латвия, в него вошли зарубежные члены ученого совета, доктора наук из Германии, Финляндии, Дании и еще, по-моему, еще 400 Нобелевского не успели? Нет Жалко Все еще впереди, на самом деле А что еще интересного было в Риге, что с вами происходило, когда вы после защиты достигали? Ну, Рига открыла возможности, я считаю, что в принципе, те 27 лет, что я проработал в Риге, я практически смог реализовать все идеи, которые у меня возникали Которые мне удавалось защитить авторскими свидетельствами СССР и патентами Финляндии, Германии, Польши И самое главное, что 26 из моих этих многочисленных изобретений мне удалось реализовать в жизни в виде новых технологий, новых зданий, нового оборудования Вот так получилось Спасибо большое Вы пишете, что грянул апрель, 8 апрель, так или 4 июля 2009 года Как будет правильно, то у меня английский, русский вариант Что такого существенного было в этом месте? Ну, дело в том, что тут казус состоял еще в том, что во время эвакуации были утеряны мои метрики И когда мы добрались до Казахстана, до Чемкента, не восстанавливали мой возраст Что же произошло? Как пришло прозрение? Почему вдруг, может быть, это не вдруг, я понимаю, что вы писали стихи раньше, но захотелось как-то писать по-новому? Ну, писал я стихи, это, очевидно, по наследству Мой отец, он был детским поэтом И как он писал в своих воспоминаниях, он начал писать в 12 лет Я тоже, моя первая публикация была в газете «Юный ленинец» Киевской газете в 12 лет, в 46-м году Летом был опубликован мой первый рассказ Но потом, периодически, я писал несколько стихотворений Было в юности опубликовано Я постоянно работал как технический журналист И поэтому много статей было опубликовано в разных журналах А возвращение к этому ремеслу, если так можно сказать, произошло здесь, чисто случайно Где-то в 2006 или 2007 году Один из моих давних друзей по Харькову Он был такой знаменитый скрипач, Рафаил Тинкусевич Мне позвонил, он в это время жил в Майами И сказал, что, когда я спросил, чем он занимается Он говорит, ты знаешь, мне уже тяжело играть на крупе Я нашел себе такое занятие Я решил еврейскую общину Еврейское землячество в Майами приобщить к культуре Оказывается, что они практически не знают русской живописи И я устрою им ликбез И он начал, значит, подборки своих картин В виде лекций доводить до читателей Рассказывая им биографии художников Ну и когда он сказал, ты не хотел бы тоже к этому подключиться Вот я сейчас подобрал подборку картин Ивазовского И вот мне предстоит эта лекция Я говорю, ну еще нового Что ты им будешь рассказывать И что у них останется в памяти Ведь, как правило, говорю Уже давно, по-моему, возникла необходимость Какую-то короткую информацию в виде резюме делать картинам Потому что не всегда сюжет можно понять Не всегда все можно осмыслить и запомнить главное Люди пробегают, чтобы побыстрее, побольше посмотреть Он, ну и что ты предлагаешь Я говорю, а что если попробовать в стихах Вот как в стихах Я говорю, вот так Новый взгляд назовем это И попробуем прокомментировать несколько картин в стихах Ну и вот так мы начали Совместно, значит, с ним Он подборку делал картин Сделал этого Айвазовского Но он не собирался не издавать ничего И мы, значит, я написал эти стихи И он эту первую лекцию Прочитал, сопровождая, значит, с моими стихами После этого я сказал А может быть мы попробуем напечатать Он говорит, нет, это не посильно Но тем не менее Таким образом возник первый альбом Помог мне сын Поскольку это нужно было профинансировать Вот, выступил он спонсором Ну и дальше уже я завелся И меня, собственно, покорил Левитан Если все альбомы мои в основном 30 картин Левитан у меня, так сказать, занял 40 картин Вот А дальше уже пошли остальные альбомы Я о них расскажу Но дело в том, что Американские мои друзья По спортивному клубу Соседи попросили перевести на английский И, по сути, получилось так Что каждый из этих альбомов Выходил сперва в русской варианте А потом я добавлял его Второе издание было уже русско-английское А на английский язык стихи кто переводил? А на английские стихи переводила Я давал как бы рыбу А переводили мои друзья А последние альбомы мне удалось привлечь К этому одного из лучших Шести переводчиков С русского на английский Это сложнее, чем с английского на русский Это некто такой Борис Льюерштейнер в Майами Последний альбом он мне, по-моему, переводил 8 8, сегодня 8 8 альбомов Спасибо, я думаю, что можем приступить к основной части Вашей программы Спасибо, Рита Простите минутку Теперь Сегодня, значит, я хочу поделиться с вами Секретом Что дату сегодняшней встречи Она не случайна Что мы долго работали над тем Чтобы совместить два праздника Встречу с вами Возможность с вами пообщаться И отметить день рождения Риты И я хочу зачитать Своё поздравление к ним Которое я в привычной для себя мере написал Поздравление загадка Кто всех в себя пожизненно влюбил? Кто жить не может, не творя добра кому-то? Кто бесконечно притягателен и мил Кто цель поставит, не уйдёт с маршрута Кто обучает правильно, как жить Что неприемлемо, а что надо любить Где мягким быть, а где крутым Неясности, кто разгоняет дым Кто вам составит рацион И будет только вам полезен он Рождён кто в этой встрече день И нам создать уют, кому было не лень Лилит мужа кто словно дитя Желание его кто исполняет вмиг Проблемы все решает кто шутя И жития все мудрости постиг Кто хорошеет параллельно с бегом лет И фирма чья из зависти предмет Кто так весом, что не измерить веса Вы угадали Это Рита Борт Она же известна всем, как мать Тереза Спасибо большое Спасибо большое Спасибо, прекрасно Ну а теперь приступим непосредственно к теме нашей встречи Порядок демонстрации и иллюстрации на комплект Начинаем мы с живописи Айвазовского Пожалуйста Вот это в таком виде был этот альбом Это был первый альбом И я позволю себе прокомментировать Первую картиночку, да? Ну да, в таком порядке, как они Пойдём на первую картеночку Да Ветряк полузаброшен, но живуч Гоняет не спеша, он стает луч И жернова под шелест волн урчат В муку зерно перетирая для крымчан Следующий, пожалуйста Ах, какая красота Посмотрите на этих крымчан Ну сейчас там уже не украинцы И так Ночь Венеции Удивительная картина такая Это мне, возможно, глад было оторвать от неё Ну и естественно впечатление Луна над спящей лагуною застыла Дорожку проложил в воде и грива Венеция До боли сердцу мило Твои каналы просто дива А башен строй и площадей просторы Не оторвать от чуда света взора Замечательно Следующий, пожалуйста Черное море Да, Черное море И её, эту картину, кстати Она не очень была известна Потому что у неё была история Её украли Потом её нашли Потом её выставили не в этом музее Наконец-то она добралась А до постоянного места жительства Какое море Да, море удивительно Из синих облаков В пучину моря Проник наш метр Сверхострым взглядом С окраской волн Эксперт не будет спорить Правдивости картины Люди рады А теперь я коротенько хочу Отступление перед следующей картиной Почему вообще-то Всё это казалось авантюрой Писать стихи И многие даже мои приятели И знакомые Можно её поставить в следующую? Да, поставьте в следующую Нет, в следующую пока не будет А, нет Я почему к этому вопросу обращаюсь Что эта идея С одной стороны Казалась сумасбродной Навязывать людям Своё мнение Своё восприятие Живописи Но как потом оказалось Это не такое уже бездумное было дело Потому что Живопись Действительно Это отдельный вид искусства Но она, как ни странно Очень созвучна поэзии Потому что Не всегда можно понять Что мыслил художник Что он чувствовал И что он нам Представил на рассмотрение Поэтому, мне кажется Вот такая Несколько навязанная Провокационная Вещь Как стихотворный комментарий Она вызывает на дискуссию И по сути Не так просто Написать этот стихотворный комментарий Если не начинать описывать Где ёлки Где палки Где, так сказать Предметы Которые изображены на картине Это надо было Прочувствовать Это надо было Понять И это надо было Как бы Вложить свою душу Своё понимание Вот этой ситуации Поэтому, мне кажется Это не лишнее И я рад Что я был одним из первых Это уже было Потом признано В 2004 году Из первых Нескольких Поэтов Которые попытались Комментировать Живопись В стихах А кто до вас Это делал? До меня делало Два или три человека Это русские поэты Но они делали это Как-то довольно своеобразно Один из них Выпустил довольно Серьезную Такой большой На 300 или на 400 страниц Избранное Но в нем В перемешку шли Все поэты И это было Просто Как бы Его восприятие Этих картин Которым он выражал Он описывал Что на этой картине Как бы Пересказывая Ее содержание Не вдаваясь В чувство Следующего Можно сделать Да, пожалуйста Следующий Ниагарский водопад Страшно был Удивлен Когда Раскопал Не все видели Наверное Эту картину Она была Написана В 1894 Коду Но Мне она страшно Понравилась Тем более Что Я там Накануне Примерно за два года Увидел Этот водопад Ниагарский Явление Явление Таким образом Таким образом Мы закончили Сайбазовским Переходим К господину Дорогому Нашему Левитану Да Исак Левитан Покажите его Пожалуйста Обложку Конечно Но мы продемонстрируем, как я понял, раз, два, три, четыре, да? Четыре картины. Четыре картинки. Ну что ж, будем начинать? Да, пожалуйста. Итак, первый левитант. Весной. Весной в лесу. Вот внимательно посмотрите, если это возможно. Насыщен влагой лес весенний. Достаточно лишь несколько мгновений. Пробился. Пробилась, чтоб первая трава. И утвердилась в своих правах. Пьянящий запах листьев прелых. Переплетение побегов смелых. На оживающих ветвях. Весна в лесу. Восторг в очах. Следующий, пожалуйста. Жилые ощущения. Итак, следующий. На Волге. Посмотрите, какая прекрасная река и сколько в ней загадок, сколько тайн, которые, по-моему, не раскрыты. И до сих пор и огромный простор для творчества поэтов. Не широкая она здесь. Не широкая. Да. Поросший красным лесом берег Волги. Задумчиво, подружески глядит. В общении, без слов, немного толку. Тем более, река в нее войти манит. Вкусить воды, чтоб нежную прохладу. Для счастья так немного людям надо. Следующий, пожалуйста. Осень туман. Да. Такой удивительный пейзаж. Вы чуть-чуть меньше переживаете? Чуть-чуть. Нет, нет, наверное, так. Просто так, да. Посмотрите, насколько он насыщен впечатлениями и ощущениями вот этой погоды. Ну, я коротко написал. Туман букет осенних красок пригасил. Леса молочной пеленой накрыл. Прижал к земле желтеющие травы. Такие осень дарит нам забавы. Ну и последняя из Левитана. Последняя из Левитана всего сейчас. Озеро Русь. Кстати, эта картина недавно многократно как бы обсуждалась. В фейсбуке я видел, приводили ее многие какие-то, ну, мне неизвестные люди, но которые восхищались, так сказать, вот прелестью озер Руси. Оно маленькое такое. Да. Озера на Руси так не похожи. Разнит их то, что с ними рядом. Их отличить никто не сможет. В них душу окунуть, раздевшись надо. Все, мы кончили с Левитаном. Переходим, у нас третий художник. Его зовут Шагал. Да? Да, Марк Шагал. Так, отлично. Переходим к Марку. Он из Белоруссии сам, да? Да, он из Витебска. Так, вот у него такой. Хотя были случаи такие, когда мне довелось поработать на гастейшен ночным кассиром. Ну, это сразу по прибытию в Америку. Тяжелое время было. Но рядом со мной работал мужчина в возрасте где-то 50 с лишним лет. И его же, он был сам из Житомира, а жена у него была из Витебска. Которая была преподавателем в школе и преподавала литературу. Русский язык и литературу. И когда я принес этот альбом, только я его издал, ему показать, говорю, смотри, это земляк твоей жены. Ты не хочешь его у меня купить? Я тебе дам его по себе стоимость. Я с ней посоветуюсь, покажу. Приносит на следующую смену мне. И говорит, ты знаешь, она сказала, что она такого не знает. Ну, так что все было. Ну, вот здесь... На обложке, да? Да, это обложка. Ну, это уже вариант, когда я был переведен этот альбом на английский язык тоже. Покажите, пожалуйста, картину. Первая картинка, да? Да, первая картина, из-за которой, собственно, у меня не взяли мои альбомы для реализации в еврейском магазине. Нет, вы проскользнули. Евреи по литве, да? Нет, там первая картина. Так, возвращаемся, извините. Оп. Это обложка. Это обложка. Я иду после обложки, следующая. Вот это обложка, вот следующая. Так. Нет. Нет, там... Можно, дай Бог, один на всех? Нет, нет, там... Ну, ладно. Пусть будет Еврея молитв. А потом, наверное, та, которую вы говорите, будет следующая. Скорее всего, потому что я нажал сразу. Посмотрите. Третья и сразу первая после третьей. Это обложка у нас идет, смотрите. Ну, вот следующая, вы проскользнули. Нет, не проскользнули. Нет, нет, это обложка. Да. Видите? Да. Я возвращаюсь, а там же она остается. Оп. Извините. Так, а вот после обложки идет первая. Сразу третья, первая. Да. Вот я ее нажимаю. Это Еврея молитв? Еврея молитв? Ну, давайте, Соболь скажу еще. Так, ладно, пусть будет Еврея молитв. Так я что-то не разберу. Это, боже мой, это же у него такая голова. Да. О, мой гад. Что-то такое, ну, перемыли, шаг. О, шаг, шаг, шаг. Витебские евреи были гибкими. Ага. Так, ну, теперь, значит, что я тут написал. Так, образ такой. Да. Бог носитель мудрости и знаний. Он многолик, но к нам небезразличен. Есть тора, средство для раздумий, раскаяний. Евреи молящиеся, мы знаем, динамичен. Мольба счастья, просьба о прощении, в молитве, откровении, воплощении. Да. Раскрыл душу свою. Так, переходим к следующему. Что там следующее у нас? А следующее исход. Исход. Да, исход. Да. Исход. Рассмотрите, пожалуйста, чтобы было понятно, что я, так сказать, как я воспринял эту картину. Слились два слова в нашем понимании. Мы знаем, как несчастен был народ, подверженный собжитив мест изгнанию и обреченных на известный всем исход. Но мир устроен, к счастью, так, что свет сменяет, пусть и долгий мрак, да упамятный сорокалетний срок долготерпения и мужества урок. Тут очень интересно соединение Ветхого и Нового Завета. Да. Очень интересно. И не только. В древности еврейской и тысячи, в древности Иисуса. Да. Который тоже, кстати, еврей. Это был. Может быть. Он хуже еврея. Предатель. Ну, пожалуйста, следующее. Одаренный Богом человек. Это довольно сложное вообще для понятия маня. Я, наверное, несколько дней мучился, как это дело прокомментировать. Но, мне кажется, нашел какую-то такую модель. Как называется? Музыка. Музыка. Музыка, поскольку, конечно, конечно. Чарует музыка, ласкает слух, тревожит души. Их настроение можно в нотах записать. Создать мелодию сложнее, чем просто слушать. Талантом надо слух имея обладать. Есть у мелодии цвет, оттенки и контрастность. Цветов смешения, восприятие вносит ясность. Созвучна музыка с хорошей картиной. Желание нас привлечь, они едины. Так, это у нас весь шагал, или там, может, заблудилась та первая, которая... Значит, ну что, мы показали шагала раз, два, три и обложка четыре. Хорошо, я тогда без демонстрации на экране, я зачитаю просто. Это картина, которая называется «Красная обнаженная». Значит, из-за этой картины у меня еврейский книжный магазин не взял мои книги на реализацию, потому что, оказывается, евреи не очень искренни в своих таких убеждениях, но, тем не менее, они запрещают в своих книгах показывать ногой от тела. А эта ногая, или «Обнаженная», «Красная обнаженная» меня поразила тем, что я придумал, вроде, такое, несколько эвмодистическую трактовку. В картине пояснений не читал, но ясно, что женщину мы видим просто красным. Загар чрезмерный или ожог от бани – вопрос, быть может, этот странен. Скорее всего, натурщица смутилась, когда впервые обнажилась. Художник этого не знал, и то, что видел, написал. Ха-ха-ха-ха! Отлично! Итак, следующий художник – Сарвадор Дали. Коррект? Да, коррект. Это удивительный художник. Мое первое знакомство с ним поставило меня несколько в тупик, поскольку те первые картины, когда я начал готовить, составлять этот альбом, я просмотрел, наверное, около 500 картин. Но потом его биография меня тоже достаточно озадачила. И кроме этого, я с ним еще столкнулся уже в прошлом году. Это будет последний мой альбом. Но то, что он необычен, и что, я считаю, мое вмешательство здесь имеет определенную пользу, потому что масса его картин, оригинальных, очень интересных, без подсказки, без какого-то осмысления сюжета, просто невозможных. Он кто? Импрессионист? В нем смесь всех возможных, так сказать, направлений в искусстве. У него был идеализм, он к нему пришел в конце жизни, он был сюрреалистом, он был и кубистом, и кем он только нет. Кубист! А вы, например, в музее Сарвадора Дали здесь, в Америке, есть? Я не был в музее. Майами. Майами. Да. Ну что ж, начинаем первую, да, его? Я уже показал вам, сейчас мы переходим к первой его... Вот она, первая. Вот это обнаженную. Не удалось я там показать, посмотреть. У Шагала, но посмотрим на обнаженную Сарвадора Дали. Да, лучше. Я тоже долго думал, как же мне ее преподать. Их много, обнаженных разных, по форме, цвету, фонооформлению. И не бывает живописцев, равных по пониманию натурщиц настроения. А Сальвадор Дали не исключение. Но я одно отметить должен. Контраст цветов приглушен им умело. И видно сразу, многое он может. Он даже тело показал по-новому и смело. Наверное, в этом ключ к картовке настроения. У мастера на все особый взгляд, а на годах всего лишь откровение. Прекрасно. Следующий, пожалуйста, Николай. Она, я там, всего лишь откровение. Замечательно. Опа, опять девушка. Да. Эта девушка и почти как в Фейсбуке. Но не совсем. Она все время заднюю часть тела показывает в раз. Ты понимаешь? Все его ранние работы. Он к девушкам неравнодушен был. Что такое страшное? Потом он уже такое не был. Нет, ну почему страшное? Зато... Нет, нет, девушка не такая страшная. Да? Такие женщины были модны в то время. Нет, тогда не были. Ну ладно, пожалуйста. Толстой. Почти видение из сказки детской. Ее название нам не дано узнать. Пейзаж насыщенный и дерзкий. Зовет нас тайну эту разгадать. Волшебница с фигурой нежной феи. Сюжет был этот с новым художнику новее. Увидел деву он завороженной мечтой о принце и карете запряженной. Ага, классно. Это интересно, как бы он во сне ее увидел? Вот туда. Это я призумал такую легенду. Неплохо. Пожалуйста. А она стоит и мечтает о принце. Ну надо тут же, получалось, что там, где невозможно понять смысл, надо было придумывать. Легенду какую-то, да, в каждой картине. Вот это тоже меня поразило. Но она в таких пастельных тонах и очень, так сказать, заставляет подумать, что же он хотел показать. Повозка призрака. Необъяснимо чувствует простор, взяв в руки кисть маэстро Сальвадор. Движение его мысли не постичь. Явился призрак на его безмолвный клич. Почти прозрачный, негромоздкий. Представлен в этот раз он был повозкой. Спасибо. Спасибо. Геополитический младенец. Да, вот это. О май гад. Вот это. Геополитический. Да, вот это. Так, ну-ка я чуть-чуть ее уменьшу, с вашего позволения. Да, пожалуйста. До 125. Подождите, еще чуть-чуть. Да, да, еще. Еще чуть-чуть уменьшу, до 100. Я хочу, а, вот. Вот. Теперь я ее ловлю. Так, есть. Спасибо. Ага. Ну, тут тоже не так просто было понять. Яйцо, да. И не так просто было осмыслить. И не так просто было, кстати, зальфмовать. Земля – вселенная часть. Скорее всего, ее частица. В раздорах и несчастьях она. А мир земля нам только снится. Осмыслить суть событий очень сложно. Как устоять, как удержаться на ногах, не замараться, чтобы в крови неосторожно. В крови сочащийся из ран. В крови сочащийся из ран. Она ведь в столкновениях неизбежна. Прожить земля нам миг всевышним дан. А жизнь земли исчислить, как в непознанном пространстве, что безбрежно. Переходим к следующему. Пятый у нас американская живота. Это что, не конкретно кто-то больше? Значит, это пять художников, которые меня заворожили, так сказать, своей необычностью и одновременно своей современностью и своим глубоким мыслям. Трудно передать набор тех чувств, но это была хорошая загадка для того, чтобы дать стихотворный комментарий к этим картинам. Это художники Винстон, Хаммер, очевидно, слыхали некоторые. Потом это Джон Сержант, тоже, наверное, слыхали. Альберт Берштадт, Джон Ауэгон и Роберт Салман. Поэтому тут пять художников. Я хотя бы по одной картине каждого из них покажу и прокомментирую. Вот, пожалуйста, обложечка. Да. И откройте теперь, пожалуйста, картину. Есть. Идем на картинку. Итак, первое. Правые и левые она называется. Интересная очень картина. Вот глядитесь просто, чтобы понять, какой смысл можно было вложить в эту картину. Это кто у нас? Винстон, да? Да, это Уинл. Это нет, это Хаммер. Винстон, Хаммер. Да. Понять, кто прав из них. Кто влево отклонился. Ответ непрост. Осталось лишь гадать. Крептиц над водной бездной растворился. Разгадка мем для тех, кто смог его понять. Поступка в суть познать. Удел, увы, немногих. Момента истины мы видим лишь в итоге. Да. Пожалуйста, следующий. Следующий у нас Джон Саржан. Сингер Саржан. Саржан. Испанская танцовщица. Посмотрите, какая грациозная девушка. И как все это выписано. Порыв бурлящей страсти не сдержать. В безумстве танца нас чарует обаяние. О чувствах женщины непросто рассказать. Без гибок тела спрятано желание. Любимой быть. Рожать детей. Но оставаться в танце хоть свободной. Сумел наш мастер миг запечатлеть. Искусство танца глубоко народное. Следующий, пожалуйста. Это Берштадт. Берг Берштадт. Удивительный живописец. Который находил такие уголки. Уголки на земле. И так выписывал Америку. Что, по сути, кажется, что каждая его картина – это открытие какого-то неземного. Западная побережь. Да. Невада, Фиара. Пейзаж не райский, но волшебное творение. Обитель для святых, где чудеса творят. Не сыщешь в прозе слов восторга проявлению. В подобном случае, лишь в рифму говорят. Порой не хватает чувств воспеть, чтобы красоту. И бордоклавишу опять доблю. Следующий, пожалуйста. Конечно. Это последний будет здесь. Джон Джеймсу. Аудубон. Да. Аудубон знаменитый, который любитель птиц и знаток птиц, наверное, на лучшем мире. Он издал много атласов в жизни птиц. Да, пояснение отношений, но сколько страсти в их движениях при разном поле от рождения, как мало общих намерений. Легко увидеть в этом столкновении вражду, губящую не птиц, людей, при расходении просто мнениях о различии в расе или выборе идей. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...